Это программа День с толком в студии Ирина Корчегина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. 10 суток в СИЗО. Меру пресечения избрали уже и для сына бывшего вице-мэра Барнаула Демина. Уже завтра в стране начинаются трехдневные выборы. Собираются ли на них жители региона и чего ждут эксперты? Урожайный сезон Краевой театр драмы попал в шорт-лист Всероссийской премии. В Барнауле накануне ликвидировали крупный пожар. Он произошел на территории шинного завода. Загорелось трансформаторное масло. Черный столб дыма можно было увидеть из разных районов города. К счастью, обошлось без пострадавших. Площадь возгорания менее 100 квадратных метров. Пожару присвоили третий ранг. По прибытию первого подразделения, руководитель тушения пожара определил, что горит трансформаторное масло на свежем воздухе и идет угроза распространения пожара на понижающую трансформаторную подстанцию. Сотрудники МЧС не допустили распространения пожара на соседние здания. Добавим, что пользователи соцсетей жаловались на то, что из-за пожара в некоторых домах Ленинского района не было света и воды. Впрочем, за пару часов коммунальные неполадки были устранены. Школы, детские сады и оздоровительные площадки. Губернатор Виктор Томенко посетил шесть сел Первомайского района. Он оценил темпы строительства социально значимых объектов и прогулялся по уже существующим. Подробности у Валентины Аскеровой. Ничего не было. Я играл, ходил к ним и все. Нифига мы не могли собраться вместе. У маленьких жителей Березовки теперь есть место для встреч и общения в физкультурно-оздоровительная площадка. Накануне губернатор Виктор Томенко посетил место притяжения детворы. Жители Первомайского района, в частности Березовки, активно участвуют в программе поддержки местных инициатив. Благодаря чему получают средства на строительство спортплощадок, среди которых и современный скейт-парк. Первомайский район, куда приехал с рабочим визитом губернатор, находится в непосредственной близости от Барнаула. Соседство с краевым центром дает о себе знать. Здесь, так же, как и в городе, хорошими темпами возводят важные соцобъекты. Однако есть и пробелы, и прежде всего в дорожной инфраструктуре жалуются люди. Я тут работаю в больнице. Я засыпал одну ямочку, она мне надоела. Я на своей машине катаюсь. Представители власти взяли проблему на карандаше и отправились инспектировать образовательные учреждения района. В центре внимания строительство школы в Повалихе. Ее преображение ждут не первый год. Дело в том, что местная школа не вмещает всех учеников. Однако строительство новой школы пошло не по плану. Поставщик основного стройматериала кирпичей экстренно прекратил поставки. Нужно снова проводить конкурсные процедуры, а это время. Люди живут, дети ждут. Пока достроим уже часть выпустится, вырастет и скажет, так и не успели зайти в школу. Если раньше школу планировали достроить осенью 2022 года, то теперь объект создадут не раньше конца 2023-го. Виктор Томенко в свою очередь поручил Минстрою держать ситуацию на личном контроле. Валентина Скирова, Андрей Печоркин. День с толком. Ремонт более 60 участков тепловых сетей и расширение подводов к магистральным трубам – это только малая часть работ, проведенных за летний период в Барнауле. Сегодня ресурсовики отчитались о работе и ремонтах в теплый сезон. Что еще было сделано в городской теплоэнергетике и когда срочно подключить свой дом к отоплению, расскажет Артем Гусельников. Знакомая всем школьникам фраза «Что мы делали этим летом» стала лозунгом открытого отчета сибирской генерирующей компании. Ответы на вопросы и общение с потребителями – именно так ресурсовики рассказали о закрытии ремонтного сезона. 29 километров теплосетей обновили за миллиард рублей. Работы прошли и на центральных тепловых пунктах. Ну и на 47 центральных тепловых пунктах, на 10% от всех, которые у нас есть, мы провели реконструкцию, модернизацию установленного там оборудования и провели ремонт строительной части этих центральных тепловых пунктов. После гидравлических испытаний теплосетей специалисты обнаружили и устранили почти 500 повреждений. Еще ввели новую схему отключения горячей воды на этот период. И теперь в контуре ТЭЦ-3 ее нет на 10 дней меньше. Плюс появилась возможность оставить заявку на досрочное подключение к отоплению. С понедельника мы ощутили понижение температуры наружного воздуха. И во вторник уже к нам начали поступать заявления от детских садов. Вот на утро сегодняшнего дня мы уже запустили 12 детских садиков. Обратно же на утро сегодняшнего дня у нас еще поступили заявления. То есть мы видим, что сус-кульбит начинает запускаться. При этом сейчас запуститься могут и жилые дома. Для этого необходимо обратиться в управляющую компанию или составить общее заявление жильцов. Еще одна тема отчета – глобальные задачи компании. Сюда входят такие задачи, как максимально эффективно и чисто, я сейчас про экологию, выработать тепловую энергию на источники. Максимально эффективно передать эту энергию по трубопроводу с минимальным количеством потерь как тепла, так и теплоносителя. После этого необходимо равномерно распределить теплоэнергию по участкам. Для того, чтобы ликвидировать возможный дисбаланс, ресурсовики работают над улучшением качества изоляции труб. Ознакомиться с докладом компании о подготовке к зиме можно на официальном сайте. Там же есть раздел, в котором можно сообщить о проблемах с отоплением. Артем Гусельников, Александр Антропов. День с толком. Сегодня суд вынес очередной приговор представителю семьи Деминах. Ранее глава семьи, бывший вице-мэр Барнаула Сергей Демин, получил 9 лет колонии строгого режима. Бывшего чиновника обвинили в коррупции. Сегодня свой приговор слушал сын Олег Демин. На заседании побывала Анастасия Наборщикова. На этот раз в центре внимания судьи Олег Демин. Сын замглавы Барнаула Сергея Демина. Правда, теперь с приставкой «экс». За решетку отец попал первым, когда его, как чиновника, обвинили в получении взятки. Вы что творите-то? Невиного человека убите. Прокурором, как с этим? Пошли совсем. Кормить будешь детей своих. Попределить не знал. Своими грязными. Другими гражданами. Так сын и супруга отреагировали на приговор Демина-старшего. 9 лет колонии строгого режима. Их нецензурная лексика и стала поводом для нового уголовного дела. Всем понятна реакция моей семьи. Моих родственников, почему они так говорят, почему они так поступили. Мы абсолютно не согласны и будем бороться. Позже Олег Демин угрожал сотруднику ФСБ. Сейчас его обвиняют по 318-й статье. Угроза применения насилия в отношении представителя власти. Со слов семьи все выглядит иначе. Сейчас угрожают им, обещая посадить за решетку каждого. Избрать в отношении подозреваемого Демина Олега Сергеевича 2 июня 87-го года рождения. Меру посечения в виде заключения по страже сроком на 10 суток. Это время Олег Демин проведет в СИЗО. Однако не исключено, что срок продлят. Тем временем дома у мужчины осталась беременная жена и маленький ребенок. А его уголовное дело может повлиять на апелляцию по делу отца. Анастасия Наборщикова, Дмитрий Денисов. День с толком. Уже завтра стартуют выборы в Государственную Думу и Краевое законодательное собрание. Официальный день выборов 19 сентября. Но в этом году голосовать жители региона смогут целых три дня. Эксперты уверены, шансы получить большую явку увеличиваются. Пойдут ли избиратели голосовать? Можно ли сделать это онлайн? И нужны ли жителям края новые лица в Думе и АКЗС? Расскажем в сюжете. Предвыборная кампания этого года по сравнению с предыдущими была не особо заметной для жителей края. Можно сказать тихой, без скандалов и интриг. Так считают в том числе эксперты. И причин называют несколько. Первый фактор это все-таки пандемия, которая наложила и ограничения на возможность агитации, и нежелание людей запускать в квартиры. Зачем разворачивать большую сеть агитаторов, если их не будут пускать в квартиры? Это же канал коммуникации в никуда. Второй фактор это отсутствие достаточного количества ресурсов и кандидатов, которые способны. Все-таки не так много даже у парламентских партий этих возможностей. Поэтому сосредотачивались, то что называется, сосредотачивались к концу кампании. За то времени, чтобы отдать свой голос, целых три дня. Учли, что в воскресенье многие могут уехать из города и в пятницу проголосовать им будет удобнее. Договорились и со школами. Обычно там располагаются избирательные участки. Где-то занятия пройдут дистанционно, где-то их заменят классными часами. А вот проголосовать онлайн, как в семи российских регионах, не получится. Мы лишь принимали участие в тестировании новой дистанционной системы. Пока избирательные участки Алтайского края и формат голосования на территории Алтайского края – это очный формат, личный, путем прихода на избирательный участок в течение любого из трех вышеобозначенных дней. Если люди больны или имеется другая уважительная причина, то по заявлению члены избирательных комиссий готовы прийти и на дом. И это уже традиция. А вот будет ли явка, пойдут ли люди голосовать – это вопрос, ответ на который мы искали среди самих избирателей. На выборы обязательно нужно идти. Только нужно определиться, кого бы избирать и кому доверять свою жизнь. А вы уже определились? Пока нет. Пойдете? Не планировал. А почему? Можете обосновать? Просто не хочу время троить. Точно завтра. Не знаю. Видно будет. Собираетесь идти на выборы? Да, обязательно. Ну а почему? Многие говорят, зачем ходить все равно. А чтобы наши голосы не стимовали. Если мы не проголосуем, за нас проголосуют. Явку мы ожидаем сопоставимой с 2016 годом, и это уже хорошо. К слову, тогда проголосовало 40% жителей края, более 776 тысяч человек. По словам экспертов, люди хотят видеть и в Госдуме, и в законодательном собрании новые лица и новые партии. А вот предсказывать, сколько та или иная наберет голосов в процентном соотношении, пока говорить не берутся. В любом случае, они уверены, политическая система в стране после выборов точно изменится. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов, Александр Антропов. День с толком. События краевого масштаба. В Барнауле торжественно открыли новый цех на заводе АТИ. За последние три года это второй по счету, который здесь ввели в эксплуатацию. Если в 20 веке прокладочные материалы на предприятии изготавливали из картона, сейчас в новом цехе используют современный фланец. И это просто скачок на российский и международный рынок. И это не раз подчеркнули высокие гости АТИ. Подробнее в сюжете. Почти как запуск в космос, цех промышленных уплотнений открыт. Этому предшествовала огромная работа. Изучили конкурентов, обсудили перспективы. Финансово помог фонд развития промышленности. Края удалось закупить часть оборудования. Появились новые рабочие места. Сейчас здесь трудятся 16 человек, но перспектива нарастить объемы производства. Цех, который открывается, он дает возможность порядка 40 рабочих мест предприятию создать новых. Но не только в этом цеху будет создаваться еще дополнительно производство графитовой фольги, очистки графита. То есть, конечно же, это все потребует новую рабочую силу. Кстати, промышленные уплотнения, которые цех производит, изготовлены из современных материалов. Такие используют предприятия нефтегазовые, металлургические, энергетические, автомобильные и других отраслей народного хозяйства. Мы частично опытно-промышленные партии уже начали поставлять. Но, безусловно, мы рассчитываем, что будем поставлять не только по территории России и страны СНГ, но и планируем выходить на европейские и мировые рынки. Сегодня невозможно сделать производство хорошее, успешное в будущем, если его продукция не востребована во всем мире. И особо радует то, что эта продукция будет глобально, конкретно способна. Ну а что касается первой выпущенной в цехе современной прокладки, то она будет храниться в музее предприятия с автографами всех высоких гостей, которые были на открытии. Татьяна Голубева, Александр Антропов, День с толком. Жители края смогут вернуть средства, потраченные на подключение домов к природному газу. Напомним, накануне губернатор края Виктор Томенко подписал постановление, в котором указано, кто и в каком порядке получит единовременную материальную помощь. Подробности в сюжете. Согласно новому постановлению губернатора Виктора Томенко, вернуть деньги за подключение домов к природному газу теперь смогут те жители края, кто подключился после 21 апреля 2021 года. Раньше же в круг лиц, которому была положена выплата, входили только малоимущие граждане и семьи. Дети войны и люди в трудной жизненной ситуации. Партия «Единая Россия» выступала с инициативой расширить этот перечень и увеличить компенсацию. Президент России Владимир Путин поддержал предложение и поручил внести законодательные изменения на региональном уровне. В региональное отделение партии «Единая Россия» обратились к губернатору Алтайского края, к правительству Алтайского края. И 14 сентября Виктор Петрович подписал постановление, согласно которому значительно расширен список граждан Алтайского края, которые могут получать компенсацию. Причем компенсацию не только 50 тысяч, это примерно 50%, но и 75%, 75 тысяч и 100%. Например, жителям блокадного Ленинграда, участникам Великой Отечественной войны, а также бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей, подключение к газу будет бесплатным. Ветеранам боевых действий и их семьям компенсируют 75% средств, а малоимущим семьям и детям войны вернется половина затраченной суммы. Тем временем в регионе продолжается газификация населенных пунктов. Например, накануне его запустили в центральном районе Барнаула. На строительство газопровода из краевого бюджета было выделено порядка 38 миллионов рублей. И теперь голубым топливом обеспечат около 160 домов станции Ползунова. Мы видим, как люди выходят, искренне радуются, что газ до них нашел. А вместе с этим ушли те хлопоты, когда нам бешеные деньги тратить на электрическое отопление, либо постоянно заниматься углем и отоплением своего дома, немалых здесь домовладений. И очень приятно, вот так вот мы с Альбертом Луневым и с активом этого поселка небольшого занимаемся благоустройством. И люди это замечают. Напомним также закон о бесплатном доведении газа до участков описал президент Владимир Путин 11 июня. Ранее партия «Единая Россия» направила соответствующее предложение главе государства, и он поддержал его в послании. Первый этап газификации будет проведен до 2023 года, второй – до 2030 года. Анна Рашагирова, Дмитрий Денисов. День с толком. Жители этого района уже давно перестали смотреть в окна. В Барнауле пересечение улиц Минская-Витебская превратилось в одну большую свалку. Сначала сюда возили землю и строительный мусор. Но спустя год свалка обросла бытовыми отходами. София Яценко продолжит. На этом месте могла бы быть детская площадка. Вместо этого здесь горы строительного и бытового мусора. Жители жалуются, однако свалка только разрастается. Разваленные кресла, разбитые телевизоры, пластиковые бутылки – далеко не весь список того, чем приходится любоваться местным жителям. И глина, и всякие плиты. Там у нас колодец специально для водоснабжения. Его заварили, прорвало трубу, и как откопали, сделали. Вот видите, вот он колодец. Его очищали, чтобы воду прорвало трубу. Все, вот он. Приехали, очистили и все. А теперь, если опять кто-нибудь засыпет, кто опять это самое? У нас одни пенсионеры в основном живут здесь. Посреди свалки люди живут больше года. Сначала горы появились на одной стороне пустыря. Сейчас они повсюду. И в администрацию звонила, и куда только не звонила. Мы передали в полицию. Будем решать, санкционированная свалка или нет. И до сих пор все решается. Камазы возятся регулярно. Мало того, что уже чуть ли не на дорогу. Ну, практически на дорогу сыпят. Когда это все уберется, неизвестно. Кормится все обещаниями. Негде ходить и негде играть. Для местных детей вместо качелей и песочниц – отходы. А ближайшая площадка, либо вот там возле девятиэтажки, либо вот возле магазина, возле вот этой пятерки. Все. Больше нету. А так выйти с ребенком даже некуда. Везде горы. Здравствуйте. А вы на каком основании сюда возите землю? А кто вам сказал? Начальник? Так весной жители пытались поймать нарушителей и выяснить, на каком основании здесь регулярно валят отходы. Терпение на исходе. Вот колесо, я вот кучу там сделал, здесь сделал, тут сделал. Поэтому чистый. А если так все валили, там здесь знаешь, какие были места. Люди сами сгребают мусор, чтобы хоть как-то навести порядок. И не понимают бездействия властей. А зимой нам никто здесь не чистит. Мы чистим, сами нанимаем. С трактора чистим. Как люди будут ездить? Но круг свалки сделали. В администрации железнодорожного района с ситуацией знакомы. И 9 сентября взяли свалку на контроль. Организованы работы по установлению лиц, ответственных за складирование строительного мусора на данной территории. А именно, направлено письмо в отдел полиции по железнодорожному району ОМВД России по городу Барнаулу с просьбой установить лиц. Также, по словам сотрудников администрации, там проводят рейды, предупреждают о штрафах за мусор. Но когда виновных найдут и кто все-таки очистит территорию, остается загадкой. А пока жители волнуют одно – убрать свалку до первого снега. София Яценко, Дмитрий Денисов. День с толком. Театр драмы вошел в шорт-лист Всероссийской премии «Звезда театрала». Конкуренцию нам составляют Севастопольский и Ярославский драм-театры. Победителя определят зрители. Голосовать можно уж и сейчас на странице конкурса. С помощью конкурса в театральной сфере подводят итоги минувшего сезона сразу в 18 номинациях. Напомним, ранее наш театр драмы отметился первыми в истории московскими гастролями, всероссийской премьерой спектакля «Интуиция», сотрудничеством с именитыми актерами и режиссерами. И к другой теме. В конце выпуска – просьба о помощи. Около месяца назад состав баскетбольного клуба «Барнаул» пополнил американец Кван Валер. Он уже освоился в команде, адаптировался в часовом поясе и готов рвать противников на площадке. Но сейчас перед ним важная и пока сложная задача – подготовиться к сибирской зиме. Он просит подсказки у барнаульцев, помочь ему встретить ее во всеоружии. Сейчас ищу зимнюю куртку. Если можете порекомендовать, или ваши телезрители могут подсказать, где купить теплую зимнюю куртку, то сообщите мне. Если у вас есть желание помочь Квану, свои советы можете отправлять в инстаграм баскетбольного клуба «Барнаул» «Собака БК Нижнее Подчеркивание Барнаул». У меня на этом все новости. Смотрите нас на 24 кнопки и в социальных сетях. Напоминаю, для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд узнаем, какой будет погода. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи в эфире и хорошего вам вечера.